Вы хотите летать или падать? Вопрос к пассажирам. И вы знаете, я таким был и буду. Но я люблю самолеты как часть себя. Я их уважаю за то, что они есть. Я уважаю строителей самолетов. Я уважаю экипаж. Потому что авиация для меня это лучшая часть моей жизни. И хотя я сейчас занимаюсь не совсем тем, то я бы вернулся к истории, своей истории. Самолеты для меня были смыслом жизни, как и космос. К счастью для меня, Магнитогорский клуб авиамоделизма еще существует. Но его зачем-то решено было сократить. И вот вам правило. Вы можете сократить и отрубить любое детское начинание. И воспитать уродов, тыкающих планшеты. Только вот вопрос. Кому это надо? Теперь вопрос правильный. Как научить пилота жить воздухом? Первоначально это авиамоделизм. Затем авиашкола. Затем авиаинститут. А потом уже работа с настоящими самолетами. И после того, как человек понимает и знает то, на чем вы летаете, вы можете его посадить, возить вас, пассажиров. И только так, господа мои, хороший пилот и правильный тренируется и умеет летать с молодых корней. К слову, не имея оного, и вот вам результат. Наши типа пилоты ломают и свою судьбу, и судьбы пассажиров в большей части, чем все качественные пилоты других стран. Вам такое нужно? Мне нет. Я уже неоднократно говорил. Мы просрали наш авиационный клуб. Просто его просрали. Сейчас нет ни одного самолета. Нет ничего. Кому это нужно? Не знаю. Сейчас просираем нашу молодежь. Вот только зачем? Непонятно. А началось с 84-го года. Именно сюда мы пришли. Виталий Коркин и Костик Яршов. Мы начали здесь собирать свой первый самолет. Радиопроблемы, естественно. Нам это дело все понравилось. И нам дали такую возможность. Потому что это было замечательно. Представляете? Не было ни ИНН, ничего не было. Налоговая инспекция, которая не было. Жили абсолютно спокойно и нормально. Даже паспорт с собой никто не носил. Даже одним ключом я открывал 3 квартиры в подъезде. Так, было все неплохо, да ведь? А потом началась эта дивная перестроечка такая. Прикольная перестроечка. Она, похоже, до сих пор не закончилась. Ибо как можно сказать, что сегодня и сейчас человек, мужик сможет дожить до пенсии в 69 лет. У меня не очень много людей, которым сейчас за 70 лет. Их очень немного. Поверьте мне. Ну да ладно. То есть, первоначально был удар под дых. И где-то году в 87-м нас отсюда выгнали. Отправили очень-очень далеко. Очень далеко. То есть, вот тогда уже все наделалось. В 89-й год. Я уже тогда закончил. Ну, в принципе, не закончил. Я предлагал самолетами заниматься, естественно. Но я решил в другое место поступить. В летное училище у нас в свое время такое было. И одна сволочь меня туда не отправила. Потому что мне не хватало 3-х килограммов веса. Аппликатор был мелкий. Это я сейчас уже метр 75 и 100 килограммов. И тогда был чуть-чуть поменьше, естественно. И сантиметра не хватало. И она меня так сказала. Да ты пошел отсюда. Но, ребятки, если бы я не пошел оттуда уставить меня, теперь, видимо, я бы не стал заниматься. Я бы летал, скорее всего, на истребителях. Мне это всегда нравилось в действительности. Вот. Но, к сожалению, и вот она меня тогда швырнула. Но потом уже вещи остальные и другие случились. Сегодня и сейчас мы к чему подходим? Сегодня и сейчас, то есть у нас уже нет аэроклуба. Я не знаю, кто это сделал. Если это сделал мудак, а другого варианта я не вижу, который что-то внезапно очканул, и у него ничего не получилось, то есть вот это за это спасибо. То есть давайте вспомним о том, что в нашем аэроклубе, в аэроклубе, у нас было очень много героев Советского Союза. Три человека, если не больше. С нашего аэроклуба человек полетел в Москву. Космос, естественно. То есть вы представляете, да, что вы уничтожили. А теперь вы хотите уничтожить авиамоделизм? Не, ну вы, конечно, это можете сделать. Вопросов-то нет. Только нужно ли это кому-то? Я задам вопрос другому человеку, который всем говорит, что мы будем наворочены, товарищи. Вот вы перед ним и ответите. Не передо мной, нет, не передо мной. Есть у нас один человек, который нам позволил работать до 69 лет. Но что же наш аэроклуб, в смысле клуб по работе с авиамоделями? Вот все эти результаты. Здесь чемпионаты мира и проводятся. Мы ездим везде, и у нас есть знания. Мы готовы знаниями своими поделиться с детьми и взрослыми. Мы вам показываем то, что можно сделать своими руками. Поверьте мне, грамотный авиамоделист своими руками может сделать реально все. Да и на телевидении эти товарищи тоже работают. Ну вот я, к примеру. Вот к чему надо детей приучать, а не пиндосить клаву или планшет. Ну, во-первых, я говорю вам спасибо, потому что вы летали на ручки. Это сейчас на пузе люди летают. Ну, то есть я имею в виду, что сейчас радиоуправляемые самолеты, они вот как-то в моде сейчас. Но, тем не менее, бойцовки, они также в работе? Да, они в работе и проводится очень много соревнований любого класса, чемпионата мира и Европы. Так что популярность не падает у них. Вот давайте все-таки обратимся. Сюда же тоже дети приходят, да, смотрят бойцовочки. Конечно, понятно, что все это вы делаете очень, ну, не каждый это сделать сможет, естественно. Вы чемпион, ну, практически, будем говорить, международного класса. Да, да, да. То есть сколько вот эта бойцовочка делается? Ну, если для ребенка, то я думаю, ну, месяц там, полтора. То есть мы можем сказать, что приходите, и мы это дело сможем научить вас? Без проблем, научим, покажем, расскажем, и все. Ну, для нас, конечно, для меня это быстро все. Ну, ребенок надо же учить, так просто же ничего не делается. То, что было и что стало, кому нужна была эта дурацкая налоговая инспекция в нашей конторе? Кому он нужна? Я не знаю. Ну, я тоже как-то не знаю, для чего все это делалось. Просто как начали сразу губить это все дело на корню. Просто то одно, то другое, то аренды, то всякие там выдумывания, не знаю чего. То детей не хватает, то их слишком много, и все, гробить, и гробить, и гробить. Вопрос номер два. Вроде город Магнитогорск, он реально неплох, да? Мягко так скажем, неплох. Сколько у нас было орденоносцев? В смысле, кто получил? Ну, у нас 11 героев Советского Союза. 11 героев Советского Союза. Давайте все-таки определимся. 11 героев Советского Союза воспитал Магнитогорск в авиаспорт-клубе. 11 героев. Не просто фуфлень какая-то, да? Дважды герои Советского Союза. И плюс еще Попович у нас, космонавт, тоже воспитанник нашего аэроклуба. Так что здесь все факты налицо. Просто зачем это все было, губить-то вот это все. Особенно вот один товарищ у нас, да, который пришел и непонятно откуда загубил наш целиком аэроклуб. Зачем это нужно было, я не понимаю. Ну, кому-то, наверное, это выгодно было, чтобы все у нас заглохло. Поразгнали всех и все. И вот сейчас вот кто где ютится, так что. Ну, сюда приходят, чем-то занимаются. Сейчас я вижу, что детишки, они глазами-то глядят, смотрят на нас, что мы это дело умеем делать. Да, понятно, что вы никогда не говорите мне, что когда вы летаете на самолетах, вы их не разобьете. Естественно, вы их разобьете. Но тем не менее, все равно же красивые. Дети тоже смотрят, им нравится. И мы это можем делать, правильно? Конечно, можем. Почему нет? Это очень завлекает. И все, они аж ура кричат, особенно когда самолеты сталкиваются. Это вообще предел всему. Да, поэтому вы занимаетесь боем, правильно? Да, поэтому воздушным боем занимаемся. А так. То есть, давайте все-таки определимся. Я, естественно, эту передачу отправлю к нашим главным членам нашего сообщества. Потому что главные члены нашего сообщества. Вы уж своим дебилам объясните, что незачем это все дело колбасить прямо на месте. Зачем? Ну, разве плохо, когда ребенок не сидит в компьютере, а хотя бы гвоздь может забить, деревяшку? Разве это плохо? Да, хорошо. Хорошо, конечно. А что, лучше после планшета просидеть? Поэтому они больные, всякие, не общаются, ничего не поговорить с ними. Мы с вами познакомились, я вам скажу, сколько? 35 лет назад. 35 лет назад я, будучи мелким-мелким салопедом, пришел. Я увидел, как вы летали. И вы летали на радиоуправлении, так? Да, было такое. Было такое, да? Было. Я прекрасно понимаю, что у вас два человека летало на радиоуправлении. Ну, по крайней мере, в тот момент то. Да, Цыганов Владимир и я. И мы пришли с круглыми глазами. Нам это так сильно понравилось. У нас было три человека. И вы нам сказали, собирайте и делайте свои самолеты. И мы это сделали, господа мои. Сегодня сейчас что мы говорим? Посмотрите, какая это машина. Это вы сами сделали? Да, сам сделал эту машину. Она летает? Летает. Да, 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 да. Вот сейчас я вам покажу, как она летала. Неплохо так она пролетела, да? Ну, вот, допустим, пришел мальчик, увидел все это дело. Можно ли ему сказать, сколько по времени он может это сделать? Ну, я так полагаю, что годика два, да? Ну, такой большой самолет. Два года это я сомневаюсь, что он может ее сделать. Договорились три. Но красиво. Ну, три, если помогать ему. А мы и будем помогать. Мы же не говорим, что вы пришли к нам. Мы готовы вам помогать. Мы вас ждем, господа мои. Мы вас ждем. Приходите сюда. Мы для вас и работаем. Вы что, не понимаете, что мальчику вот мне, допустим, 46-й год идет? Мужчине вот этому, моему замечательному товарищу, которого я знаю очень давно, ему 71-й год скоро будет. Мы вас ждем. А нас закрывает. Это все не очень хорошо. Давайте определимся. Вы летали на радиоуправлении, да? Да. Сколько человек вообще? То есть вот у нас, допустим, пилотов. Очень много пилотов, да ведь? А сколько из этих пилотов смогут посадить радиоуправлением и самолет? Ну, сейчас много больше стало. Уже освоились. Мы говорим про тот, кто научился летать на радиоуправлении, а тот, кто не умеет. То есть он, в принципе, может что-то посадить, а может и не посадить в природе. Ну, может и посадить, но может и не посадить. Но это все зависит от человека. Ему надо тренироваться, много тренировок им. Он может просто летать. Летать и летать, как и на большом самолете. То есть давайте все-таки определим, что человек, который в детстве научился хорошо летать на радиоуправляемом самолете, он прекрасно понимает, как он будет летать и на большом самолете в том числе. Да, естественно, это так и должно быть. Он уже знает самолет, его органы управления. Аэродинамику, естественно. Аэродинамику, соответственно. В общем, конечно, это большое подспорье для учебы на большом самолете летать, когда... То есть мы можем сказать, господа, приходите... Ну, не то, что господа, наши детишки. Берите, пожалуйста. Мы вас летать научим. Мы вам все это дело объясним. Мы вам покажем те места, где вы можете летать. Вот это правило, по-моему. Ну, вот как было вот еще при Сталине в 30-е годы, всегда была картинка. На ней был, на этой картинке всегда стоял мальчик с маленьким самолетом. Ну, это... И писали как. Это будущие сталинские соколы. Вот так было. То есть первоначально самолеты, потом садились в самолет. Потом, научившись летать на небольшом самолете, садились в большой самолет и летали. Извините, подвиньтесь, а вы забыли про Вторую мировую войну? Кто и выиграл-то? Так те самые мальчики выиграли. Которые научились, правильно? Которые в 30-е годы научились летать. Да. Вот теперь думайте, господа, вам нужна авиация? Так вот, наша авиация работает только благодаря тому, что у нас в городе Магнитогорске есть замечательный... Я надеюсь, и будет замечательный Магнитогорский авиационный клуб. Чтобы вы доехали, я толком не знаю, что преподают труды. Но мои руки стали золотыми только с авиацией. Нет, конечно, есть и другие источники, а золочение рук. Но авиация это не есть плохо. Я бы даже сказал, что тот, кто занимается и делает самолеты, умеет многое. Работать качественно и с умом. Знает устройство двигателя. Умеет управлять самолетом, а главное, садить его. Знает, как работать с деревом, с пластмассой и металлом во всех его модификациях. Паяет и красит. В общем, чудо не человек. И что, вы не хотите таких делать? Быдлопать, и оно хорошо для 10% населения, чтобы чпокать оных. Но кто будет вас вести и защищать? Что вы об этом думаете? Походу, вы об этом не думаете. Вы хотите тырить наши деньги. И вы наверняка забыли о главном правиле, которое вам сказал Бог. Каким вы пришли в этот мир, точно таким же вы отсюда и уйдете. Не деньгами онами вы будете сыты. Не деньгами. А вот на этом станке я научился работать. Вы понимаете, да? Перед тем, как залезть в машины, хотя это было примерно то же самое время. Мне исполнилось 11 лет. Я тогда научился машины ремонтировать. В тот самый момент мой дядя Сережа купил себе машину. Хорошую машину. Мы ее вместе делали. И если бы я не пришел в Магнитогорский авиационный клуб, я бы, наверное, этому делать не научился. Представляете, да? А я научился. И сегодня, сейчас я, скажем так, кое-что умею. Кое-что умею. И этим всеми я бы поделился с людьми. Как и все люди, которые здесь находятся. Потому что мы работаем, мы понимаем суть событий. Суть наших событий – это обучение тех мальчиков, девочек. Ну, кстати, почему девочки не могут этим заниматься? Также девочки хорошо летают. Поверьте мне, вы же посмотрели в сюжете, да? Полк «Ночные ведьмы». Так вот, извините и подвиньтесь. Вторая мировая война, и женщины тоже летали. И у них также были замечательные награды. Вот мы говорим о событиях, которые мы постоянно празднуем. Я не буду говорить о том, что мы не можем праздновать. Мы это будем праздновать постоянно в Магнитогорске. И я надеюсь, в Магнитогорске мы сохраним нашу лучшую историю. В которой авиация, и она не на последнем месте.